Ура, дорогие друзья! Ура! Как бы я не любил стратегии, но сегодня мы наконец-таки говорим не о них. На повестке дня у нас Ягшания с плохой компанией. Впишемся в её ряды, познакомимся со всеми, пивка... Не, это не то. А, врагов постреляем. Короче, достойно проведём время. Вы готовы? Ну тогда гоу-гоу-гоу! Как выглядят нынче сюжетные боевики? Они очень зрелищные, эпичные, с красивой картинкой. Modern Warfare всё-таки задаёт тон, и Bad Company 2, на первый взгляд, от модных тенденций совсем не отстаёт. Нам сразу же показывают интерактивные ролики, пытаются всячески увлечь, и в целом получается достойно. Но только все эти красивости уже устарели. Да-да, оно, конечно, зрелищно и прикольно, однакость мы видели Modern Warfare 2, друзья. И там, если вспомните, обычных роликов практически и не было. Абсолютно всё, что происходило, происходило в игре. Ядерная ракета летит? Так нам приказано из космоса на неё посмотреть. Надо на нефтяной вышке высадиться? Так мы сначала под водой поплывём, а потом как выпрыгнем, как зарежем охранников. Мы всё делали сами, без заставок. А что мы видим здесь? Bad Company 2 отгораживается от нас чёрными полосками. Мол, смотреть смотри, но руками ничего не трогай. Ты здесь лишний. Грустно. С одной стороны у нас заставка, с другой игрок перед монитором. Всё, пересечений нет. Нас враг с ножом на лопатки укладывает, а мы, простите, кое-что правой рукой при этом чешем, а не судорожно по кнопкам стучим, да выбраться пытаемся. Дом взрывается? Так нам какое дело, ведь под обломками оказываемся не мы, а персонажи. Управление вернётся, когда всё уже будет хорошо. Мы тряхнёмся, возьмём пушку и побежим стрелять. Вот просто вспомните свои ощущения тех моментов, что сейчас на экране. Здорово же было, да? Жаль, что их всего парочка. А вот обе Modern Warfare из подобных мгновений и состоят. Так что такое отсечение игрока от всего, что происходит с героями, это и есть главная, пожалуй, претензия к Bad Company. Бездействовать и просто смотреть поведение зрителя. А в игре мы хотим что делать? Играть, разумеется. Вот так, зрелищность отчасти погублена. Остаётся геймплей. И вот он уже последний зов долга сильно уделывает. Главная особенность Bad Company 2 – полная разрушаемость объектов и довольно свободные карты. Захотели – побежали налево. Захотели – направо. В любом доме сделаем себе дверь и окажемся внутри. Потому и перестрелки получаются увлекательными, более тактическими, сложными и интересными. В остальных же боевиках мы тупо несёмся по коридорам, как лет 15 назад. Только нынче эти коридоры красивее и замаскированы под свободное пространство с кучей выходов и входов. Но за косметикой мы всё равно можем разглядеть старые и стоптанные тропинки. А здесь такого нет. Да и сами уровни вполне неплохи. Надоедает разве что то, что разработчики поленились придумать много интересных и разнообразных врагов. Под конец прохождения уже ненавидишь всех гопников в спортивных штанах и с дробовиками. Ну сколько же можно их убивать в самом-то деле? Ладно, на этом я прекращаю говорить об однопользовательской кампании. Всё-таки на сайте уже есть статья от Ярослава Шалашова. Почитайте её. Статьи от Ярослава. Всегда объективный взгляд на субъективные произведения. И потому мы переходим к сетевому режиму. Вот только не удивляйтесь, что порой весь мультиплеер будет выглядеть вот так. Ага, тупо придётся сидеть и пялиться в этот вращающийся круг. Поиск серверов, обновления статистики и всякое прочее. Это такой длительный процесс, что надо как-то себя развлекать дополнительно. Например, просматривать интернеты. Спамить Максиму Вайску. Вести дискуссии в комментариях. И возможно, вскоре вы таки попадёте на сервер. И если до этой секунды вы готовы в Бэт Кампани 2 втаптывать мордой в грязь и говорить всем, что хотите пойти просить прощения у Евнет, мол, прости, был неправ, у конкурентов всё ещё хуже, то после входа в игру обо всём этом забываешь. Новый Бэттлфилд, на удивление, приятная игра. Особенно радует, конечно, здешний размах, ведь здорово, когда над головой проносится вертолёт, танки рвутся в атаку, а вы из пулемёта крошите врагов и помогаете товарищам наступать. Здесь что не сражение, так очень сочная зарисовка. Прорвали сквозь оборону неприятеля, инженеры взорвали технику, стайперы подстреливали пехоту, а мы, побитые и уставшие, поднимаем флаг и пытаемся отдышаться. Ну и как раньше, конечно же, основной фан приносит разделение на классы. Сразу становится ясно, что и кому делать. Вот медик носится и воскрешает товарищей, дабы сила атаки не спадала. А разведчик сообщает, где наступает противник и пытается его ещё и потрепать. Что касается режимов, то их всего три. Первый, что был ещё в бете, одна команда защищается, вторая наступает, и последним надо взорвать две точки. В следующем режиме команды сражаются за стратегические позиции. Очень в духе всех баттлфилдов. Ну и последний, этакий командный дизматч. Только тут не две команды, а четыре, и каждая пытается победить. Не совсем в духе серии, но в принципе довольно весело. В общем, на этом, друзья, давайте и остановимся. Думаю, вы и так поняли, что попробовать Бэт Кампани 2 всё же стоит. И пускай компания оказалась не идеальной, зато сетевой режим нынче один из лучших. Таких боёв, как здесь, попросту нет больше нигде. Если честно, мне уже и нечего говорить в послесловии. Анонсировать пока что нечего. Точнее есть, но об этом ещё запрещено говорить пока, так что ждите. А потому я решил спросить, может, есть у вас какие-то вопросы или предложения? Мы же открыты к диалогу, и многие наши материалы подготавливать помогаете нам вы. Знатный спор в комментариях, смешные отзывы и прочее. Мы помним об этом. Так что если есть что сказать, говорите. Буду ждать ваших отзывов. Всем спасибо за просмотр и удачи! Не осуждай. Вот стульчик-то всё выпил. Чё ещё за дела? Говорил тебе, надо оптоволокно. Чё я настрою? Давно пора бы. Говорит, сети нету. Ты швабры провода не задевала? Неа. Я тоже. Да вот. Да что ж ты будешь делать-то? Эй! Замёков и осторожных отсылок мы навестили в тюремные камеры Американской военной академии. В завершении же выпуска вас ждёт штабный разбор полётов. Наши ответы на ваши нескромные вопросы. А может так и задуман. Как многие из вас могли заметить, мы пристально наблюдаем за судьбой Fallout Online и эпичным конфликтом Interplay и Bethesda. Вот и сегодня предлагаем вам на заметку... Чё стоишь? Не сибоккорн. ...пока горячей точки. Interplay внезапно взяла и офицер.